Продолжаю чтение книги Судей, глава, тринадцатая, стих первый. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред отчами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на сорок лет. В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной, жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень женей и сказал ей, — Вот ты неплодно и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына, и так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет на заре Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Жена пришла и сказала мужу своему, — Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне, — Вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет на заре Божий. Маной помолился Господу и сказал, — Господи, пусть придет опять к нам Человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. И услышал Бог голос Манойя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Манойя мужа ее не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему, — Вот явился мне Человек, приходивший ко мне тогда. Манойя встал и пошел с женою Своею, и пришел к тому Человеку и сказал ему, — Ты ли тот Человек, который говорил с сиею женщиною? Ангел сказал, — Я. И сказал Манойя, — Итак, если исполнится Слово Твое, как нам поступать с младенцем Сим и что делать с ним? Ангел Господень сказал Маною, — Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей. И сказал Манойя ангелу Господню, — Позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка. Ангел Господень сказал Маною, — Хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его. Манойя же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню, — Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится Слово Твое? Ангел Господень сказал ему, — Что ты спрашиваешь об имени Моем? Оно чудно. И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камни. И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей, — Верно, мы умрем, ибо видели мы Бога. Жена его сказала ему, — Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжение и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего. И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Естаолом. Субтитры создавал DimaTorzok